В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О мерах поддержки семей с детьми в Центре социального обслуживания прошел день информирования. Главное – безопасность на производстве. В ядерном центре подвели итоги конкурса социальных проектов. Красота в положении. В клубе «Мечта» наградили победительность конкурса фотографий. Далее расскажем обо всем подробно. О дополнительных выплатах безработным, субсидиях на жилье и пенсиях для многодетных матерей. Управление социальной защиты населения провело единый день информирования о мерах социальной поддержки семей с детьми. Представители соцзащиты, управления пенсионного фонда и ядерного центра рассказали о новых возможностях, предусмотренных законодательством с 1 января 2020 года. 35% жителей страны не знают о мерах поддержки семей с детьми. Такую статистику приводит Министерство труда и социальной защиты России. Эксперты считают, что недостаток информации негативно сказывается на демографической ситуации в стране. Семейные пары боятся оказаться в трудной жизненной ситуации и откладывают рождение детей. Только в нашем городе за 10 месяцев этого года умерло на 200 человек больше, чем родилось. Единые информационные дни – это возможность для горожан узнать о новых законах и постановлениях социальной сферы. Чтобы люди с 1 января уже знали, на что они имеют право, какие меры социальной поддержки новые у нас, что проиндексировано. То есть мы наоборот работаем и доводим эту информацию заранее. Многие меры соцподдержки семьям с детьми устанавливают региональные и муниципальные власти. Людям трудно ориентироваться в массиве законодательства в поисках перечной льгот, которая им положена. Поэтому так важно вовремя узнать о нововведениях. Дни информирования с приглашенными специалистами пенсионного фонда, фонда социального страхования, центра заинтенции населения повышают количество семей, обратившихся за помощью государству в трудной жизненной ситуации. По словам Наталии Тимченко, в нашем городе меры соцподдержки оказывают саровчанам по 86 статьям. Эта встреча стала уже пятой по счету в этом году. Сейчас была встреча очень конструктивная, очень полезная, очень полная. Все каждые в своей области что-то нам рассказали, очень интересно. На вопросы саровчан отвечали сотрудники Управления соцзащиты, Пенсионного фонда, Службы занятости населения и Департамента социальной политики Ядерного центра. Узнать о мерах поддержки семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно в Управлении соцзащиты по адресу Проспект Мира, дом 5. И этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Скидка в 50% стала решающим фактором для оформления заказа, но покупка радости не принесла. Саровчанин заказал через интернет-магазин сигнализацию для своего автомобиля и полностью оплатил стоимость товара. В полученной бандероле он обнаружил не охранную систему, а дешевые женские часы. Чем еще запомнил с минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Правоохранители зафиксировали два происшествия, которые связаны с банкоматами. В первом случае мужчина совершил операцию по карте и забыл ее в терминале. Злоумышленник забрал карту и потратил деньги потерпевшего. Заказал в интернет-магазине товар на сумму 8700 рублей. Полицейские проводят проверку. Другой саровчанин пришел в торговый центр, чтобы снять деньги с карты. Но несколько раз на экране терминала высвечивалась надпись об ошибке. Первый раз был неправильно набран пароль, ему отказали в проведении операции. Он попытался еще раз и решил, что денежные средства у него снять не получается. Он забрал карту и вышел с торгового центра. Чуть позже ему пришло смс-сообщение о том, что денежные средства в сумме 13500 рублей все-таки были сняты с его карты. Мужчина вернулся к банкомату, но наличных уже не было. Потерпевший обратился в полицию с просьбой найти деньги. В ходе расследования выяснилось, что их забрала 35-летняя саровчанка. Сотрудникам ГИБДД на минувшей неделе пришло сообщение из клинической больницы номер 50. Медики рассказали, что к ним обратился пассажир такси, который попал в ДТП на улице Бессарабенко, дом 2. Водитель компании перевозок во время выезда со двора не уступил дорогу другому автомобилисту. Произошло столкновение, в результате которого пострадал пассажир такси. В результате ДТП, по результатам осмотра, ему был выставлен диагноз – ушиб шейного отдела позвоночника. После осмотра врачом приемного отделения ГУСКБ-50 он был отпущен домой. На прошедшей неделе сотрудники ГИБДД завершили акцию «Засветись», в рамках которой напомнили саровчанам о важности световозвращающих элементов. До выходных инспекторы будут проводить профилактические рейды, пешеходный переход. С 25 ноября по 1 декабря Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в рамках акции «Стоп ВИЧ-спит». Консультировать граждан будут специалисты-эпидемиологи ведомства по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43. Звонки принимают круглосуточно без выходных дней на русском и английском языках. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующего года в России увеличат утилизационный сбор на автомобили. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей. При этом сбор на самый массовый сегмент машин с двигателем от 1 до 2 литров увеличится на 112,5%. Как пояснили в правительстве, повышение утилизбора – это реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. С 1 по 10 декабря в Сарове пройдет декада инвалидов. По этому случаю учреждения культуры нашего города подготовили обширную информационно-просветительскую программу. Саровчане смогут посетить выставки и мастер-классы. С экскурсиями побывать в самых интересных и необычных местах. Также в рамках декады инвалидов пройдет целая серия благотворительных акций. Детская школа искусств номер 2 приглашает школьников на фестиваль «Свободный стиль». В нем могут принять участие ребята в возрасте до 17 лет. Работа в номинациях «Видеоролик», «Презентация», «Фоторепортаж», «Анимация» и «Компьютерная графика» будут принимать до 17 января на электронный адрес artschool2.sarov.mail.ru с пометкой «Свободный стиль». Для работ, посвященных 75-летию Великой Победы, предусмотрена специальная номинация. Более подробную информацию можно получить по телефону 951-84. Наивысший приоритет. Музей ядерного оружия прошел финал конкурса «Ценности Росатома. Безопасность». Более 10 сотрудников РФИАЦ ВНЕФ представили на суд жюри свои проекты, главная цель которых – снизить уровень травматизма на предприятии. Подробности в следующем репортаже. Ценности возвращаются успехом. Именно под таким девизом уже не первый год в ядерном центре реализует проект команды поддержки изменений под названием «Ценности Росатома». В этом году его главной темой стала безопасность. «Безопасность интегрирована во все виды деятельности корпорации, нашего предприятия, и конкурс направлен на то, чтобы вовлечь в этот процесс как можно больше работников». Конкурс проходил в два этапа. Заявок было много, но в финал прошло лишь 12 участников. Кто-то подготовил аварийный квест, кто-то создал специальную азбуку. Форматы проектов у всех разные, но цель одна – обратить внимание сотрудников и коллег на собственную безопасность во время производства. Госкорпорация «Росатом» присоединилась к движению «Вижн Зеро». Это достижение нулевого травматизма. И наша задача, чтобы в Российском федеральном ядерном центре, как ведущем предприятии атомной отрасли, мы тоже работали без всяких нарушений, без травм, абсолютно безопасно. Своими наработками в области безопасности решил поделиться и сотрудник НИИС имени Седокова Сергей Панышев. В Нижегородском филиале «Рфятснеф» молодой человек помимо основной работы еще и обучает коллег бережливому производству и, конечно, большое внимание уделяет вопросам безопасности. В своем проекте Сергей рассказал, как транслируется эта ценность на их предприятии и поделился, с какими трудностями сталкивается при обучении людей. Самое сложное – это изменить образ мышления людей, потому что, как правило, люди думают, что есть безопасность, она отдельно, да, вопрос безопасности. Есть производственные задачи, производственные процессы, которые идут отдельно, и они друг с другом никаким образом не коррелируются. Суть вот конкретно нашей работы, да, тренеров на обучающей площадке – показать, что это все очень сильно взаимоувязано и, собственно, без безопасности нет фиксивного производства. Все работы были представлены на суд компетентного жюри. В каждом проекте эксперты оценивали новизну идей и возможности ее реализации. Но главное, благодаря этому конкурсу удалось выявить неформальных лидеров, готовых поддерживать и развивать культуру безопасности в ядерном центре. Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают День матери. Этот трогательный и светлый праздник – прекрасный повод сказать слова любви и благодарности в адрес самых близких людей – мам. Они окружают нас теплом и заботой с первых дней жизни, поддерживая и оберегая бед. В преддверии Дня матери в Клубе «Мечта» прошел праздничный концерт, на котором подвели итоги фотоконкурса «Красота в положении». Самый добрый праздник в году – День матери – отметили в Клубе «Мечта» – Центр внешкольной работы. Воспитанники творческих объединений подарили гостям проникновенные песни и зажигательные номера. Ребята рассказали, как они любят своих мам и еще раз поблагодарили их за любовь и нежность. Во время праздника подвели итоги городского фотоконкурса «Красота в положении». Его проводил молодежный центр среди жительниц нашего города, которые ждут ребенка или уже стали мамами. В этом году поступило около 70 работ. Все они очаровательны, все показывают и красоту женщины. В любой период, будь то беременна, она только родила, занимается рукоделием или там что-то еще. То есть в любой момент женщина прекрасна, и красоту женщины мы, в принципе, хотим показать. Всего было четыре номинации. В каждой из них жюри выбрало победительницу. Еще одной участницей вручили приз зрительских симпатий. В этом году «Канал-16» выступил в качестве информационного партнера конкурса и наградил специальным призом Татьяну Верязкину. Ну вот одна фотография запомнилась мне больше всего. Я считаю, что она очень символична, получилось очень символично, потому что символизирует такое покровительство мамы. Ну а так как конкурс все-таки больше Дню матери посвящен, покровительство матери в семье, это вот надо мужем, сыном, то, что она в положении. Это очень символично, и мы вот спецприз решили отдать Татьяне Верязкину. Все фотографии, присланные на конкурс «Красота в положении» в этом году, можно посмотреть в группе Молодежного центра ВКонтакте. Грация и пластика с юных лет. В нашем городе прошло открытое первенство по художественной гимнастике «Осенний карнавал». Своё мастерство, владение телом, спортивными снарядами показали около ста гимнасток из Сарова, Арзамаса и Нижнего Новгорода. Спортсменки разыграли медали в личном первенстве и групповых упражнениях. Подробности в следующем репортаже. Лёгкие грациозные движения, идеальная осанка, точные элементы и улыбка на лице. Это главное в гимнастике считают участницы соревнования «Осенний карнавал» Виталина Суворова. Девочка приехала на первенство из Арзамаса. На конкурс Виталина представила две композиции – танец с обручем и без предмета. Для того, чтобы судьи ставили самые высокие оценки, а зрители наслаждались выступлением, Виталине приходится проводить всё свободное время на тренировках. Помогают ей в этом родители. Павел и Екатерина уверены, что у Виталины большое будущее и в этом виде спорта она добьётся серьёзных успехов. После каждого соревнования они проводят семейный совет и анализируют выступления дочери. Её стараюсь обнять, ей не говорить никакие ошибки. Молодец, молодец. А потом уже, да, мы приезжаем, включаем видео на весь телевизор и смотрим, где ошибки какие. И тут понимаем, почему сегодня там второе место, допустим. Помимо личного выступления, гимнастки приняли участие и в групповом зачёте. Там девочки демонстрировали уровень физической подготовки, а также выполнение движений синхронно. Несмотря на то, что в групповом зачёте могли принять участие только гимнастки, заявку подала ей команда «Черлидинг» детской спортивной школы «Икар». По словам тренера команды Олеси Рябовой, эти соревнования – отличная возможность дать девочкам проявить себя на сцене, даже если это выступление не идёт в зачёт. Хотим получить много хороших положительных эмоций и всё-таки получить опыт, потому что выступлений пока ещё маловато, а девочкам хочется себя реализовать, поэтому мы вот хотим получить этот опыт и получить хорошие эмоции. По итогам первенства всем участникам вручили памятные подарки, а победителей наградили дипломами, медалями и кубками. Осень – это не повод унывать, а отличная возможность обновить гардероб и купить новое пальто, в котором вы будете выглядеть стильно даже в ненастную погоду. Разнообразная цветовая гамма, множество фасонов, полный размерный ряд, качественный материал и приятные цены. Всё это вы найдёте в Ледовом дворце. Там открылась выставка продажи пальто от известных российских фабрик. Время, когда пальто были всего лишь тёплой одеждой для холодного времени года, давно в прошлом. Сегодня пальто – это стильная часть любого образа. Приталенные свободные любых цветов и оттенков объединяет эти разнообразные модели главное – их высокое качество. Все изделия, представленные на выставке продажи, сшиты на известных российских фабриках – московских «Симпатика» и «Кеседа» и «Нижегородский сезон». Очень большой выбор, большая гамма цветов – это раз. Пальто тёплое, ткани используются только натуральные – это шерсть, вискоза. Ну и частично используется полистарь в небольшом количестве. Есть на выставке продажи и пальто из плащевой ткани. Такие идеальны для поздней осени и даже для зимы. Они легко заменят шубу в вашем гардеробе. Утеплитель, который используется в изделиях, делает эти пальто невероятно тёплыми и в то же время лёгкими. На него у продавца есть соответствующие сертификаты качества. Здесь используется по финской технологии термофин. Он очень лёгкий этот утеплитель, он очень тёплый. Он даже использовался у нас в космической промышленности для космонавтов, потому что он очень тёплый и очень лёгкий. Одно из главных преимуществ этой выставки продажи – здесь представлен полный размерный ряд. От 42 до 68 размера демисезонные пальто и до 70 размера пальто из плащевой ткани. Выставка продажи пальто российских фабрик работает 27 и 28 ноября. Вас ждут в Лидом в дворце с 9 утра до 19 вечера. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!